всех приветствую сегодня у нас 6 ноября все тот же мусор никто пока не убрал так у нас минус 1 снежок идет но посмотрел по интернету погоду что на всю неделю прям плюс 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 растет чуть ли не дадить до плюс 10 градусов вот вчера мне взять там в ванной провел новую канализацию новые трубы водяные подключил мне машинку подключил мне смывной бачок поставил ванну нашу старенькую пока временно я сегодня вымыла там плитку швы и вот эти вот все затертые сейчас я вам все покажу сейчас поставил вот буду варить супчик пока у меня здесь маленькие маленькая луковичка и морковь все обжариваем сейчас я залью это кипяточка вроде на медленно могу не прям на малюсенько нагрелась так так вот так мы нальем если чё потом долью пускай это все поварится сейчас прибавлю на топленом масле там обжаривалась у меня немножечко фарша есть вот кастрюлечка маленькая сейчас я колобочков накатаю картошку почистила это пока пусть морковочка поварится с лучком чуть-чуть я их там припустила обжарила вот и сейчас я вам покажу что там у меня в ванной вот на сегодняшний день как выглядит плитка наклеена вот здесь еще будут думать как оформить обналичку обналичка есть но здесь нужен добор добора нет или мы будем его заказывать или под такой цвет надо купить уголок и как-то уголком это оформить здесь пока буду думать здесь это тоже пока вот временно здесь сказал что переделает что он мне вчера сделал вот вот он мне провел трубы водяные заменил канализацию и вот провел вот так вот к машинке и вот слив в канализацию тоже как-то потом надо будет здесь вот закрепить ванна здесь будет полноценная полтора метра вот сейчас занимаюсь стиркой стирки накопилось вот стиркой занимаюсь вот с таким средством что хочу сказать первый пузырек использовал не поняла теперь вот вот видите сколько вот сегодня я тоже стираю у меня сегодня полно стирки то что из самара привезли стираю вот наверное больше не куплю не оправдала себя не берет не полотенчики не знаю как там постельная стирает конечно не видно же что у меня же не усмоленной до такой степени как кухонные полотенчики но с полотенчиком вообще не справляется никак вот три колпачка сейчас сюда положу вроде бы купила как гипоаллергенный подходит и для детского белья думаю диме настираю вот даже вот этот вот кондиционер для белья аромат ночью от постиранного белья так еле-еле уловимый ароматик но белье так вот вынимаю вроде бы чувствуется что она мягенькая наверное все таки не так как без кондиционер но кондиционер я бы еще купила но вот вот это вот наверное средства я больше не куплю никак я не могу найти для себя нормальный стиральный порошок мне понравились капсулы вот эти вот гелевые но дорого очень так сейчас у меня там последние уже тряпочки такие стирай которым все накрывала я думаю хватит 30 минут вот поэтому полотенчики которые постирала да сейчас вот я их замочила в нашей обычной советской белизне самое лучшее средство по ходу вот добавляла девочки стирала вот это как были пятна так и остались поэтому еще пима соли замочила как положено в инструкции стала полоскать посмотрел как пятна все были так и есть и в итоге я сейчас вот уже у меня наверное около часа стоит это все на белизне я думаю что это наверное самый лучший вариант поэтому экспериментировать больше не буду не покупать никакие отбеливатели вот белизна правда я думаю что ткань то наверно тоже портится от этой белизны но деваться некуда что теперь купим другие плотенчики плитку еще на полу я до конца не оттерла наверное видите вот такие вот 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 такие вот эти вот но они нам со временем я думаю все таки ототрутся на чистоту я сейчас делать ничего не хочу потому что будут еще работы производиться там еще вот шутку до конца мне оденут и вот там полы в общем мне саша обещал прийти и выложить там еще полы чтобы там полики были нормальные вот и здесь мы потом и закроем пластиковыми панелями и ребята обещали мне вот здесь вот окошечко смотровое сделать чтобы я все-таки счетчик показали счетчик снимала вот а здесь буду присматривать умывальник такой вот чтобы он был не широкий я имею тумбочка пусть быть не широкая умывальник он же как-то свешивается еще на тумбочкой и сюда и зеркало там вентилятор у нас есть потом они мне сюда проведут вот свет надо покупать вот с розеткой зеркало с полочкой вот так вот ну слава богу мне хоть поставили ванну я теперь могу и постираться вот и могу и умыться искупаться и самое главное не смыльной бачок подсоединили так то он не присоединен у нас вот этот унитаз вот это вот швейцарский унитаз он 15 лет 16 лет вот нам прослужил он почти как новый единственные проблемы там вот видно в этой системе наверное от воды там чуть-чуть у нас как бы я вот не вижу а муж говорит что подтекает водичка мы пытались купить внутренности для него но говорят сейчас уже их не выпускают нам предложили типа но что-то похожее стоит где-то полторы тысячи думаю сейчас мы купим а это не подойдет ночью мне с унитазом расставаться очень жалко потому что он очень хороший он смывает все с первого раза вот к слову сказать у меня же дочь его тоже только ремонт сделали и они купили тоже не дешевый унитаз но там извините надо раза три смыть меняет вообще никак не устраивает во-первых сколько воды уходит и поэтому я уже боюсь что-то свое вот старое испытанные менять на новое и не определенное но муж сказал будем искать этой фирмы мы видели уже ездили смотрели но и опять же как говорят фирма то это швейцарская но пускает уже или здесь у нас где-то в россии или китай и вот думаешь купишь и вроде бы как вдруг я потом опять сожалеть буду как я с сварочной поверхностью вот сейчас там каждый раз подхожу к ней неприятные у меня такие ощущения вот так я решила все-таки потолок сделать натяжной чтобы меньше было мороки пришли ребята огонечками там это вот у нас такие дырки остались от предыдущих это еще когда мы делали в 2000 году тогда только эти точечные светильники появлялись и у них очень консоль была такая очень длинная и мастеру пришлось просто выдолбить под эту консоль дырки в потолке нам но теперь их надо что-то как-то запенивать вот муж приедет будем запенивать и потолок все-таки сделал натяжной не хочу больше там ничего пусть придут ребята сами посверлить и все поэтому на чистоту так я помыла плитку вот эти вот шивы оттерла на чистоту буду тогда уже все натирать когда уже наверное вот эти самые грязные работы закончатся вот ну пойдем суп варить сейчас закрузим картошечку так картошечка закипела картошка у нас такая так разваривается быстро ужас сейчас на это дело все посоли и отправим туда колобочки супчик закипел сейчас сюда пойдет вот горсть у меня вот осталась кастрюлечка маленькая вот сюда вот домашнюю лапшички вот так же высыплю не хочу я чтобы густой суп так легенький праздник живота разгрузочный ну можно было конечно там лучок не обжаривать а все такой ну вот захотелось мне так жарить сегодня посули нормально посмотрите там наполнение тоже не чуток и морковка и вот и лапшичка все есть также сюда сейчас я положу вот здесь у меня два кубика укропа замороженного лаврушечкой душистый перчик сейчас все это пойдет в супчик так чтобы укропчик прокипел так меня там в комментариях все спрашивают как там димочка у димы было после того как мы из самара вернулись два дня температура 38 видимо в самаре то было уже на на 39 потому что очень плохо ему было но у нас не был градусника вот начали моему антибиотики давать доктор посмотрела его горло говорит что-то какой-то вирус идет нехороший тем более вот у моей знакомой тоже вот у внучки горлышко болело а потом ниже инфекция спустилась вот поэтому чтобы наверное не испытывать судьбу лучше пропить антибиотики вот антибиотики ацепол для животика кагоцилл они пропили там же его первые только не пьют при вирусе но не знаю как у меня какой-то недоверие ну дочь сказала пропить значит пропить пропили вот ингалиптом горлышко брызгаем и я ему через каждые два часа намешиваю пол чайной ложки соды соли там на кончике ложки но так и не пол чайной ложки а меньше пол чайной ложки и две капли йода вот это вот я ему намешиваю он каждые два часа полоскает горло я за этим строго слежу потому что прям напугала меня моя подружка как у них серьезно все это произошло бедная девочка лежит в хирургии потому что осложнение пошло на легкие ужас какой-то и вот врач нам сказала в игорь до 9 числа факт не выздоровите поэтому год есть смысл переписаться на более поздний срок чтобы влечь больничку вот и мы теперь никак не можем дозвониться до больницы калинина сегодня воскресенье это понятно вот завтра с утра естественно там то планерка то на обход опять не дозвонишься не знаю в какое время лучше позвонить вот здесь мы сами были лично пошли переписались а вот дозвониться да очень сложно и там очень быстро отвечают и кладут трубочку ну не разговаривает много буду стараться дочери некогда дочь на работе возьму телефончики и буду сидеть дозваниваться надо как-то это переписаться на на более поздний срок направление угодно только в течение месяца и вот до 24 ноября нам надо обязательно как-то попасть туда иначе направление пропадет вот но еще немножечко покипит и супчик готов поэтому на сегодня у нас все новости сегодня у меня вот стирка супчик завтра я диму приведу сюда к себе с ночевой все равно родители его работают мама поздно приходит мама до 7 работает пока придет время по 8 вот ему сейчас полегче стало и здесь дома как-то мне лучше будет с ним возьмем игры какие-нибудь будем играть на этом я с вами прощаюсь буду немножечко прибирать дома потихонечку выгружать стирать гладить в общем забот хватает всем пока